Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня на канале гость Юлия. Юлия миграционный агент. Привет! Привет! Спасибо, что позвала. Спасибо, что согласилась принять участие в этом видео. И я хочу задать Юлию несколько вопросов, потому что мне безумно интересно, как работают миграционные агенты, с какими трудностями сталкиваются, с какими проблемами люди к тебе обращаются. В общем, все, 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 все поднагодство. Давай, хорошо. Но сначала мне хотелось бы немножко узнать про твою историю, почему вообще ты приехала в Австралию, и, может быть, вкратце ты расскажешь свою историю именно. Иммиграционный путь будущего миграционного агента, какая была виза, какие были сложности, как давно это было, и, в общем, все, что посчитаешь, нужно. Отлично. Значит, я приехала сама тоже как профессионал. Правда, было это всего 10 лет назад, но я уже сейчас вижу, что это вечность мне заняла, именно адаптироваться в реальности, в общество. Я приехала по профессиональной визе с набором баллов. В свое время была совершенно другая система наборов баллов, как сейчас. Я в свое время сдала английский на 7 сразу. Мне очень сильно повезло, потому что я обучалась как переводчик и имела второе образование как переводчик. То есть, именно по тесту по английскому языку нам заняло 6 месяцев для того, чтобы вообще догнать до нужного уровня. И с первого раза я, соответственно, сдала. Это потрясающе. Это очень был хороший результат. И первое мое образование – это инженер. Соответственно, по этому образованию я эмигрировала. Инженер техники и технологии, больше в медицинское оборудование и в ресерч. Я в свое время успела бы заниматься исследованиями в Санкт-Петербурге. Я закончила Санкт-Петербургский институт механики и оптики. И тмо. Звучит просто очень круто. На самом деле, я сама инженер, но это звучит действительно потрясающе. Я прямо до мозга костей технарь. И такой у меня структурный склад ума, наверное. Поэтому мне было несложно подучить и подготовиться к тесту по английскому языку, потому что это все структура. Это был IELTS? Это был в то время только IELTS. И я в свое время сдавала дважды IELTS общего потока. Это для эмиграции мы пошли. И IELTS академический, потом для того, чтобы получить лицензию и стать эмиграционным агентом. То есть пришлось мне сдавать его два раза. Одного раза хватило, а тут еще и два. Да, дальше по баллам мы прошли. И мы в свое время работали с агентством, которое занималось эмиграцией из России, из Санкт-Петербурга конкретно. Мы вообще знать не знали, что вообще были какие-то зарегистрированные эмиграционные агенты. Они были в Австралии с лицензией. То есть просто незнание, скажем так. Мы выбрали эту страну с моим бывшим мужем. Больше его найти, нежели моему. Я собиралась ехать в Европу на обучение и продолжение своей карьеры инженера. Но жизнь повернулась немножко по-другому. И, соответственно, мы обратились в контору, которая стала делать наши документы. Время затянулось примерно на год. И мы форсировали больше эти вообще этапы с ними, нежели они. То есть как только они получили деньги, все как-то очень сильно приостановилось. А они брали оплату вперед? Это была также частями оплата. Но, тем не менее, даже взяв половину, насколько я помню, то есть мы просто сидели и ждали. С нами никто не контактировал. Мы понимали, что происходит что-то, не происходит. То есть никакого вообще обновления кейса не было. И потом начались запросы от подтверждающих органов. И конкретно эта контора стала просить больше денег. Мы решили... То есть они меняли условия, да? Да, то есть каждый там ответ, каждые дополнительные документы. Давайте вот вы заплатите еще столько-то, еще столько-то, еще столько-то. И мы поняли, что что-то уже здесь не так. И решили все доделать самостоятельно. То есть я взяла все в свои руки. И как есть, без, конечно же, глубоких знаний, законодательства или еще чего бы то ни было. Но с хорошим английским. Как бы довела дело до конца. И мы получили профессиональную независимую визу в МЖ. То есть вы прекратили работу с агентами, вот с этими, да? Да, пришлось. А в компании ты продолжила сама. И, в общем-то, это было успешно. И да, я доделала всю свою миграцию самостоятельно. После этого я, в принципе, решила сфокусироваться на профиле моего мужа, потому что он был зубным техником. И мы получали ему здесь лицензию. Это заняло 4-5 месяцев нашего времени. Но за это время я стала думать, кем я хочу стать в Австралии. Потому что в Австралию я уже приезжала в положении. У меня был ребенок 3 месяца в животе. Поэтому времени оставалось не так много. На то, чтобы определиться, да? На то, чтобы определиться, какая будет у меня карьера. И, наверное, поэтому, то есть, два момента, почему я выбрала дальше быть иммиграционным агентом. Это, естественно, помогать людям. Потому что мне в свое время свернули сильно кровь. И, естественно, это было очень стрессово. И вообще без понимания, получим ли мы визу или нет. То есть, вот моральная поддержка, помимо подачи документов, очень важна. Я стараюсь каждому из своих клиентов дать вот эту моральную поддержку. Даже если, как бы, что-то не получается, или мы какие-то правила меняются, да? То есть, все равно поддерживаю морально, именно. Это очень важно. По-человечески. Я помню по себе, у тебя куча вопросов. Ты просто не представляешь, что это за процесс. И есть человек, которому ты можешь их задать. То есть, я тоже проходила именно иммиграцию с агентом. И мне это очень помогло. Потому что, ну, я, в принципе, не представляла, что это такое, да? Ну, мы так спокойно, мы делаем вот это, вот это, делаем для таких-то там целей, да? И ты, как бы, тебя в мозгах уже устраиваешься. Да, то есть, пошаговость и, как бы, подтверждение того, что мы идем в том или ином направлении. То есть, человек должен, естественно, знать, куда мы идем. То есть, если правила меняются, можно переиграть стратегию или еще что-то сделать. Но это, как бы, я считаю, очень важно в работе агента. Потому что многие люди просто делают документы и не оказывают никакой поддержки. То есть, это уже больше человеческий фактор, это лично моя натура. То есть, я по жизни вообще люблю людей. То есть, не бросишь. Не брошу на полпути, это первое. А второе, потому что у меня был маленький ребенок. То есть, я не хотела, естественно, уходить в офис и делать карьеру в офисе. Как бы, быть отдельно от ребенка, бросать его в сад. То есть, это был мой второй план, чем я хочу заниматься. Поэтому миграционный агент, профессия подошла под мой тип персоналити. То есть, кто такая я. Я очень дотошно подхожу к документам. Мне нравится это делать. То есть, даже 10 лет практики не убили это желание. Постоянно все разобрать по полочкам и знать, что, где и куда мы идем. Это первое. Второе, людская поддержка. То есть, мне нравится разговаривать с людьми. Мне нравится им помогать. Мне нравится видеть результат. То есть, каждый раз, когда я получаю визу, я радуюсь, как будто я получила ее себе. И звоню клиенту. И просто вот этот момент счастья, он, кажется, раз мне позволяет еще больше стремиться к этим моментам счастья. Чтобы поделиться с ним, с клиентом. И как бы себе забрать частичку этого счастья. И, конечно же, работа агента была первое время у меня на дому. То есть, сейчас, в период кавируса, мы все равно сидим дома с моей командой. Но, тем не менее, я считаю, что мне комфортно. Я человек, который любит сам планировать свое время. Сам себе хозяин. Сам себе хозяин. И у меня все сотрудники тоже. Я полагаюсь на них с точки зрения планирования их дня. Как много сотрудников у тебя? Сейчас со мной 4 человека в команде. Мы все сидим удаленно. У меня был офис на Голд Косте в Варсити Лейкс. Когда вот до коронавируса. А потом было принято решение пока отказаться от офиса. Потому что у нас есть неизвестность. И, в принципе, все вопросы решаются онлайн. Ну, либо в личной встрече, которая может быть организована, в принципе, где угодно. И мы... Моя политика такая, что я верю в то, что люди могут сами управлять своим временем. То есть, я не стою, да, как коршун над ними. И не жду, когда вот они меня отчитаются. Над подчиненными, да? Да, над подчиненными. То есть, у нас есть дедлайны, у нас есть какие-то кейсы. У нас все установлено по срокам. И, естественно, они отчитываются в срок. Что вы делаете в это время, если вы за 5 минут сделали свою работу? Good for you. То есть, тут, как бы, у нас очень такой хороший, флексибл коллектив. Который друг другу доверяет, да. Вопрос такой немного не по теме миграции. Точнее, опять, миграционных агентов. По поводу Австралии. Ты была здесь до того, как сюда приехала? Как выбирала страну в такой момент? Я эмигрировала по картинкам. Я это называю эмиграцией по картинкам. То есть, мы здесь никогда не были до того, как вы эмигрировали. Вообще сделали документы. По какой причине, на самом деле, не знаю. Можно было бы сюда и приехать, потому что моего бывшего мужа здесь были родственники в свое время. Но по каким-то причинам мы сюда не приехали. То есть, мы сделали эмиграцию полностью по картинкам. И мы выбирали карты, Google Maps, Google Pictures. Все, что вот в таком случае. Потрясающе просто. И выбрали Gold Coast. И на самом деле не прогадали. То есть, первый раз мы приехали на Gold Coast. Потом мы сменили локацию на Брисбон. И Брисбон мне не очень понравился. То есть, мне нравится Gold Coast именно вот своим laid back lifestyle. То есть, когда ты вроде как можешь балансировать между работой, семьей, у тебя есть шикарный океан, пройтись. Допустим. Поэтому же мне тоже нравится Gold Coast. Провести встречу, поговорить по телефону, сидя на океане. Вот просто супер. Никакого офиса не нужно. Мы сейчас, кстати, на океан смотрим. Да. То есть, не пожалела, да, о своем выборе? Нет, абсолютно. Мне даже больше могу сказать, что мне лично подошла Австралия с точки зрения того, что вот я гуманист, наверное, да, то есть, человек, который всегда старается быть позитивным, чтобы меня там вывести из себя, это, я не знаю, что нужно сделать, как минимум. И плюс я всегда, как бы, ищу позитивное в людях, в действиях. Я всегда стараюсь находить решение. То есть, я не вижу, что нет решения. Всегда оно может через несколько шагов, но оно может, как бы, в итоге мы достигнем этой цели. То есть, вот моя философия по жизни. И эта философия очень сильно помогла мне интегрироваться, мне кажется, в Австралию, потому что вся Австралия тоже на этом построена. То есть, люди в позитиве, я бы сказала, вся Австралия. Люди друг другу помогают. То есть, вы можете пойти на улицу, да, когда у вас там не очень настроение, кто-то вам его поднимет, просто какой-то незнакомец пожелает вам хорошего дня. То есть, вот эти все мелочи мне очень, как бы, сошлись с моим внутренним миром. По крайней мере, настроение тебе не испортит где-нибудь в очереди, ну, то есть, это маловероятно. Так, и улыбнуться лишний раз, да, и человека не убудет, тебе приятно, мне тоже это очень нравится. Интересное было наблюдение, когда я приехала два года назад обратно в Россию, я такая вся веселая, на позитиве хожу, и люди на меня смотрят странно. Ну, потому что, я улыбаюсь, да, мне хорошо, то есть, люди очень странно смотрят, потому что кажется, что ты, наверное, сошел с ума. Или, на самом деле, у тебя просто все хорошо. Да, но я заметила, что вот следующее поколение, то есть, вот наше поколение, которое сейчас эмигрирует, оно уже более, как бы, тоже, вот, преследует вот эти позитивные настрои. Да, даже в России. Да, это, то есть, тенденция. Тенденция есть. Изменения к лучшему, в общем, прослеживается, да. А какой совет ты могла дать человеку, ну, вот, который выбирает страну для эмиграции, стоит ли приехать посмотреть все-таки самому? Сейчас. Не делать так, как я. Не делайте так, как я. Да, у меня было очень много таких моментов. Я тоже сейчас, кстати говоря, не советую, например, быстро торопиться с беременностью детьми, когда вы эмигрируете. Неважно, по какой визе, потому что, пока вы проходите интеграцию, это очередной стресс, да, для организма. И плюс, если вы делаете и то, и другое, то есть, это двойной стресс, и это может сильно ударить по семье и так далее. То есть, на многих аспектах может отразиться, поэтому я лично не рекомендую сейчас вот такими вещами. Основываясь на своем обыдке. Основываясь на моем обыдке, да, такими вещами заниматься. По поводу переезда и исследования, скажем, в Австралии. Сейчас это даже в плюс сыграет к эмиграционным программам, потому что в программах профессиональной эмиграции, вот ты приехал по независимой, я приехала по независимой, но сейчас больше у нас идея идет в эмиграции со спонсорством штатов и в эмиграции со спонсорством штатов в регионы. И каждый регион хочет, в принципе, чтобы вы ему доказали, что вы имеете честное намерение ехать именно в этот регион. И одним из показателей... И в зиму в этом регионе. Да, и одним из показателей является как раз таки ваш приезд в этот регион, допустим, со знакомительным визитом. Некоторые штаты, вот, например, штат ACT, это Канбера, у нас столица, она дает вплоть до 5 дополнительных баллов, если вы приезжаете на 8 ночей в регионах. Со штатом, не просто так, там, с бухты барахтут или шутки. А, кстати, я, поправка, у меня была не независимая эмиграция, у меня тоже было спонсорство штатов. То есть у меня не хватило баллов, мне нужно было вот этих дополнительных 5 баллов, это как раз та виза, которая шла со спонсорством. То есть я подавала на Квинсленд, но я здесь как раз была. И, ну, то есть у меня были все доказательства, что я влюбилась в этот штат. Ну, в общем-то, так и есть, я нисколько не кривила душу. Все карты в руки. Но сейчас некоторые штаты, вплоть до того, что говорят, что нам нужно, чтобы вы показали нам, что вы здесь были. То есть это становится уже одним из критериев и требований. Интересно. Вопрос такой. То есть по поводу того, как проходило призвание, мне более-менее понятно, да, то есть как поиск призвания в новой стране. Что нужно для того, чтобы стать миграционным агентом, аккредитованным? Какие этапы нужно пройти? Сейчас, по моей памяти, до сих пор сдача английского языка на 7 академический. То есть второй момент, вы должны быть уже в статусе ПМЖ или гражданина. То есть вы не можете сделать это на временной визе. Дальше сейчас ужесточили требования с точки зрения того, что вы должны пройти курс, а потом сдать квалификационный экзамен. В мое время этого не было. То есть мы проходили только курс и, собственно говоря, получали лицензию, пожалуйста, практикуй. И это было на самом деле сложнее, потому что ты выпускаешься, и ты ничего не знаешь, естественно, что ты должен делать. То есть как слепой котенок, вот так, начиная потихоньку-потихоньку смотреть на это все. Сейчас они ужесточают эти требования для того, чтобы люди больше были готовы войти в эту профессию, потому что профессия очень, на самом деле, важная. Вы помогаете людям сделать жизнь лучше. И если какая-то помощь будет неадекватная или что-то пойдет не так, то человек может либо вообще отсюда уехать, либо может эмиграция для него закрыться. Это влияет на его жизнь, в общем-то. Конечно. Так или иначе, на качество жизни. Поэтому, соответственно, департаменты, государства более жестко сейчас делают эти требования. Но, тем не менее, сейчас квалификационный экзамен, который очень много не сдают. И он достаточно серьезный, я слышал. А сколько нужно учиться перед тем, как сдать экзамен? Один год full-time. Соответственно, это требование, опять же, для того, чтобы получить лицензию, вы обязаны пройти тот или иной курс, который есть в списках аккредитованных. То есть это можно сделать онлайн. Я в свое время это делала онлайн. Можно делать это on campus, если хотите. То есть в каждом штате есть различные курсы. Можно сделать... В мое время был уровень диплома, это был, в принципе, эквивалент колледжа. Сейчас можно сделать даже master's degree, магистр. То есть это уже более серьезное. Я вот сейчас дальше иду в своей вообще квалификации, повышению навыков. Я делаю jury's doctor программу. Это уже юридическая степень. Но заканчивать я буду в годе в 22-23. Видимо. Тоже онлайн? Нет, я делаю это на кампусе здесь, в Bond University. В Bond University. Чтобы получить лицензию, то есть получается нужно пройти обучение, сдать экзамен, что-то еще. Сейчас сдать... Английский. Экзамен, да, английского. И после этого вы получаете лицензию. Лицензия у нас обновляется каждый год. И вместе с обновлением лицензии вы должны показать, что вы прошли определенное количество курсов переквалификации каждый год. За этот год. Да, потому что у нас очень много изменений, очень много трендов различных. И когда ты слушаешь и слушаешь людей, которые практикуют в разных областях, да, то есть с разными визами, ты много чем учишься и начинается как бы... Уже у тебя картина выстраивается, да, в каких визах кому, как ты можешь помочь. То есть эти курсы не только для галочки существуют, а для того, чтобы меняться опытом. Ну, то есть там, в этих курсах нам иногда дают внутреннюю информацию, то есть которая не будет опубликована на сайте департамента иммиграции, да. И особенно вот в точке зрения изменений, прогнозируемых изменений. То есть мы будем знать их чуть раньше. Естественно, мы можем потенциально подготовить либо клиентов, либо переиграть стратегию, либо хотя бы предупредить клиентов, что будет. Это первое. Плюс сама лицензия, она оплачивается каждый год. Вот, естественно, департамент смотрит, чтобы не было никаких криминальных проблем за каждый год. То есть ты должен показать, что у тебя все хорошо, и ты никого, грубо говоря, не обманул, и никто на тебя серьезно не пожаловался, то есть не дошло до разбирательств. В моей практике у меня не было ни одной жалобы. То есть я, если были какие-то недоразумения или моменты, я всегда решала это внутри, с клиентами. То есть никто не доходил до того, чтобы положить на меня жалобу. Но такой момент есть, то есть у нас клиенты, мы даем клиенту определенный документ, который говорит о том, что у них есть права тоже. Если иммиграционный агент либо что-то сделал не так, да, либо действительно какие-то уже серьезные вещи пошли, то есть у нас есть независимый орган, который выдает наши лицензии, Мара. И, соответственно, в этом органе Мара может помочь с любыми недоразумениями, связанными между клиентами и агентом. То есть он может обратиться в Мару и сказать, что меня то-то, то-то не устраивает, и они уже будут как-то урегулировать этот вопрос, да, после того. Примерно так, то есть Мара говорит о том, что клиент должен в первую очередь попытаться решить все конфликтные ситуации с агентом. То есть если это не решается или нет никакого решения, да, вообще никак не достичь, то тогда следующая инстанция будет, соответственно, обращение в наш лицензируемый орган. И что может произойти потом? Вот, допустим, человек дошел до этой инстанции и, к примеру, доказано, что он прав, да, что грозит агенту? Самое максимальное – это отъем лицензии, то есть можно закончить вообще с лицензированной деятельностью и перестать быть агентом. Ну, в общем-то, я думаю, никому это не выгодно. Абсолютно, но тем не менее у нас публикуются серьезные решения, когда у агента подняли лицензию, и вы можете посмотреть, сколько людей, да, занимаются очень нехорошими вещами, даже зная, что можно получить, да, такой результат. То есть все равно… Интересно даже зайти посмотреть на этот файл. Я даже не знала об этом. По-моему, ну, вот как только приходит какое-то решение, да, на мару, и они имеют право это публиковать, то есть это все в абсолютно общем доступе, вы можете посмотреть, какой агент, например, получил warning, какой клиент получил suspension, агент, пардон, и, соответственно, посмотреть, да, за что. И на этом сайте можно посмотреть список агентов, ну, то есть, допустим, человек решает работать с агентом, да, он знает контактные данные, он может зайти на этот сайт и проверить. Да, да, то есть у нас номер лицензии соответствует, первые цифры лицензии соответствуют году, когда начал агент практиковать, то есть тут можно сразу понять, какой агент недавно, да, зарегистрировался, какой агент давно, грубо говоря, на рынке, тут все зависит, да. Дальше, наверное, два источника, которые бы я рекомендовала смотреть, если вы выбираете агента, это сайт Mara, где вы можете выбрать, найдя агента по имени, фамилии. На сайте мы оставим под видео, просто для информации. Или локацию агента, то есть вам нужен агент в определенной локации. Второй сайт – это Migration Institute of Australia, это дополнительный орган, который также курирует агентов. И на этом сайте вы можете уже найти агентов по конкретному тому, что они делают, то есть каким визами они занимаются, каким визами они не занимаются и так далее. То есть тут можно уже отфильтровать и посмотреть и языки, и визы, например, если вам что-то конкретно нужно. То есть есть агенты, которые занимаются какими-то определенными, да, к примеру, визами, не знаю, например, только студенческими. А какими визами ты занимаешься? У меня все или есть какие-то предпочтения? Кстати говоря, мой вариант практики мне помог сейчас в связи с коронавирусом, потому что я не концентрировалась никогда на одном каком-то типе виз. То есть я хотела всегда давать людям достаточно широкую картину, потому что, допустим, если человек приезжает по студенческой визе, он должен знать, хорошо, у меня есть там два года, я за эти два года могу сделать что? Вот это, вот это, вот это. Если я приезжаю по времени рабочей визе, что я еще могу сделать? Если мне после 45, что я могу сделать? То есть тут очень много виз, вариантов и как бы ходов, да, которые можно предпринять. И я всегда сфокусировала свою практику с точки зрения стратегического планирования, то есть выстраивания стратегии под конкретный кейс. Я понимаю, что там профессионалы, если вы набираете баллы, даже сейчас уже это стало сложнее сделать, то есть сразу, да, пройти на визу. Поэтому очень много разных есть других программ, на которые можно обратить внимание, только нужно знать, какие требования к этой программе, да, что вообще происходит. Потому что сейчас с коронавирусом все переигралось, и вот компании, которые фокусируются, допустим, только на профессиональных визах, только на студентах, сейчас они все претерпевают большие проблемы, только потому что границы закрыты. Сейчас, ладно, к коронавирусу мы еще вернемся. Вопрос такой, есть ли какие-то визы, которыми ты не занимаешься? Да, есть такие визы, это беженские визы. Я в свое время полтора года занималась волонтерской работой в организации, которая помогает беженцам. Эти люди приезжали на лодках в Австралию, это были очень душесчепательные истории. Вообще переезды и новой жизни этих людей, я много чего там оттуда посмотрела, навидалось, это не были страны бывшего СНГ, естественно, да, это были горячие точки. И поэтому я приняла решение, что я не смогу заниматься такими визами, потому что многие люди пытаются использовать эту программу, как быстрый, легкий въезд, и потом решить свои проблемы уже здесь, походу. То есть они не честны, да, так сказать? Не всегда они могут быть честны с департаментом, это первое. Второй момент, такие визы очень неоднозначны с точки зрения получения, потому что с первого захода, когда вы подаете все документы в департамент, в основном происходят отказы, и потом люди должны уже доказывать свою правоту в трибуналах и даже в судах. То есть это может затянуться на несколько лет, как минимум, и опять же, да, нет никакой ясности, что вы получите такую визу. А вот интересно, если, допустим, ты как агент понимаешь, что человек в чем-то нечестен, да, если у него какие-то намерения, ну, либо он тебе сам это говорит, да, либо ты это просто чувствуешь, какие-то твои действия в этом случае? Если это произошло до подписания договора, я не возьмусь за такого человека вообще. Ко мне обращались люди, которые хотели, допустим, сделать arranged marriage, то есть нечестный брак. Эффективный, да? Да, то есть этими вещами я ни в коем разе не занимаюсь и не буду поддерживать, неважно, сколько денег, да, стоит контракт. И второй момент, если выясняется на любом из этапов, что человек подкладывает под ложные документы, то, опять же, в этом случае я разрываю контракт. Потому что по кодексу поведения агентов я не имею права предоставлять никакую ложную информацию департаменту и любым другим инстанциям. И, между прочим, я вижу, что это работает очень хорошо, потому что, когда мы закладываем любые заявления от агента, то департамент тоже смотрит на честность агента и вообще на динамику его работы. А ты обязана сообщить департаменту, если что-то такое произошло? У меня была ситуация, когда мой клиент меня обманул и потом вскрылось это все. Но мы уже были на этапе того, что я должна была дать информацию департаменту. На основании того, что я выяснила, мне пришлось закрыть с ними взаимоотношения и закрыть контракт и уведомить департамент о том, что я перестаю быть их агентом. Департамент, в свою очередь, спросил меня... По причине? По причине. Опять же, я не обязана разглашать причину, что я и сказала департаменту. То есть, не обязана ни в коем разе. То есть, если вы хотите, вы как-то можете пролезть, но без меня, да? Я не буду рисковать своей лицензией по таким вопросам. Абсолютно. Довольно-таки справедливо. А ты сказала про кодекс агента. Что это за кодекс такой чести? Кодекс чести. Да, какие у него есть основные пункты? Да. То есть, у нас, помимо нашей лицензии, да, у нас есть кодекс поведения агента, в котором прописаны определенные правила и как мы должны себя вести в той или иной ситуации. Например, когда мы говорим о конкуренции между агентами, по кодексу мы, в принципе, не должны, да, друг у друга тянуть клиентов. То есть, когда любой клиент приходит от другого агента, он с ним работает, допустим, не может до него дозвониться, приходит ко мне, я ни в коем разе не буду склонять его к тому, чтобы он перешел ко мне. То есть, я всегда говорю, идите к своему агенту, запишитесь на консультацию, подождите его. То есть, он знает ваш кейс, во-первых. Во-вторых, как бы это нечестно. То есть, я не буду воровать других клиентов. Второй момент, это очень важный момент, это конфиденциальность информации. О клиенте, о его деле и так далее. Например, у меня были ситуации, когда я делаю партнерскую визу, какие-то произошли проблемы между мужем и женой. Муж звонит для того, чтобы выяснить какую-то определенную информацию о жене. По кодексу поведения я не имею права никакую информацию ему дать вообще, пока жена не дала согласия. То есть, вот такие моменты. Ну, это справедливо, и в данном случае ты выступаешь как адвокат. То есть, ты защищаешь интересы своего клиента, и ты не разглашаешь без его согласия. То есть, клиентом становятся обе стороны в этой ситуации. Получается, что я должна принять решение, как я грамотно из этой ситуации выйду, смотря, как бы, что мы имеем. То есть, агент, он еще и должен быть немного психологом, да, и дипломатом. Я бы сказала, много, потому что во время процессинга виз, да, или каких-то других моментов, вот то, что сейчас происходит с коронавирусом, допустим, у меня недавно был очень такой запутанный кейс с партнером в Австралии, и мы в итоге решили их визу, получили и так далее. Но это нам заняло, там, 6 месяцев разбирательств с департаментом, разные, различные шаги. Люди просто были devastated по-английски. Но, как бы, в этом случае я не только делаю документы, да, я вот именно их поддерживаю, успокаиваю, там, говорю им не делать определенные шаги, да, когда они, допустим, торопятся и хотят, либо там пойти уже жалобу положить на департамент и так далее. То есть, не потому, что я защищаю департамент, а потому, что это процедуральные вещи, просто нужно подождать, да, и решение будет, что и получилось. Кстати, вот почему ты сейчас подумала про трибунал. Была у тебя, в твоей практике, был опыт работы с трибуналом, подачи в трибунал? Да, был опыт, я тоже этим занимаюсь. Трибунал, это как следующая ступень, если человеку отказали в визе, и он может обжаловать решение, то есть, это неформальный суд, когда в основном фокус нацеливается на самого заявителя, то есть, миграционный агент может предоставлять интересы, и юристы могут предоставлять интересы, но все равно общение в момент слушания в трибунале происходит больше с самим клиентом. То есть, он должен присутствовать на трибунале? Он обязан присутствовать, и он с ним будет говорить, то есть, задавать ему определенные вопросы. Я считаю, что помощь, квалифицированная помощь в трибунале достаточно важна, потому что клиенты не знают, как проходит слушание вообще, на что нажать, да, какие документы можно еще предоставить, и, соответственно, в момент трибунала мы не только представляем письменные, как бы письменные сопроводительные письма, да, и доказываем правоту нашей стороны, но еще это происходит в устном виде, и, соответственно, я, как агент, всегда готовлю своих клиентов, что мы будем делать в трибунале, какие вопросы я буду задавать своему клиенту, чтобы он отвечал так, чтобы мы доказывали, опять же, свою правоту. То есть, это достаточно большая подготовительная работа до самого слушания. И на трибунале вы присутствуете вместе, да? Да, то есть на трибунале дальше ситуация такая. В основном, как я говорю, задаются вопросы самому клиенту, но члены трибунала могут мне позволить, допустим, разговаривать от лица клиента, что было вот в самом моем последнем кейсе, когда мы выиграли слушание на гражданство. У человека были проблемы с подачей на гражданство. То есть, это не только на моменте визы, это и дальше, да? Да, ну, в основном это визы, но и гражданство тоже. Это все равно законодательная база, с которой я работаю как агент. И мы там уже доказывали в письменном виде, мы предоставили свои сопроводительные письма и доказательства. Юристы со стороны департамента предоставили свои, как бы, письма, да, и доказательства. И дальше в 2,5-3 часа мы разговаривали в трибунале, где разговаривала я от лица клиента, разговаривали юристы от лица департамента миграции. И третий независимый человек – это член трибунала, который решал наше дело. Как долго заняло этот весь процесс подачи к трибуналу, то есть прохождение и до момента выдачи решения окончательно? Мы до сих пор ждем решения, потому что как происходят вообще этапы трибунала. Если вам выдан отказ, то на территории Австралии у вас есть 21 календарный день, чтобы оспорить решение, если это обычное решение, если это решение по аннулированию визы, обычно это 5 дней. То есть очень быстро надо реагировать. А в это время вы не должны предоставлять все доказательства на этапе именно заявления. Вам нужно отправить заявление в срок. А дальше вы можете заняться уже подготовкой самого кейса, базы, основы, на какие моменты вы будете напирать, грубо говоря, в своих аргументах. У нас обычно трибуналы занимают порядка года. То есть за год можно много собрать документов. Естественно, мы всегда планируем это все таким образом, чтобы потенциально выиграть на бумаге, чтобы не дойти до слушания. Но слушание может быть по запросу самого трибунала. То есть вы здесь ничего не можете сделать. И слушание, естественно, будет плюсом для клиента дать больше информации трибуналу и, соответственно, потенциально, опять же, получить положительное решение. Звучит очень сложно. Это стрессовые моменты. Вот в рамках коронавируса мы это делали онлайн. Это еще стрессовое, потому что ты не видишь человека. Но я делала трибуналы онлайн и ранее. То есть мы делали трибуналы по телефону. Когда клиент находится в одной локации, трибунал в другой, я в третьей. То есть от этого, в принципе, ничего не меняется. Но к этому делу нужно готовиться. И статистика показывает, что те люди, которые имеют представителя, то есть миграционного агента или юриста, которые действительно хорошо готовят к этому всему процессу и проводят по всему процессу вероятность получить положительное решение выше. В общем-то, это что я и подумала, когда ты готовишься со специалистом, с профессионалом или с человеком, который, по крайней мере, с этим сталкивался. В общем, логично. Кстати, вот вопрос по статистику. Есть ли у агентов какая-то статистика, ну, допустим, положительные решения по выдаче визы, отрицательные? Как это все собирается в твоей истории? Я держу это все в голове, потому что это очень много практических моментов, которые, опять же, не написаны ни на одном сайте. Исходя из практики, я вижу динамику, например, того или иного направления визы, или как оно рассматривается, или что потенциально ускоряет рассмотрение визы. То есть вот эти все моменты складываются из головы. Естественно, если происходит отказ, мы тоже это все анализируем, либо переподаем решение, либо подаем апелляцию, если это возможно. Тут в зависимости от ситуации, что он хочет клиент. Некоторые клиенты, естественно, очень сильно расстраиваются, уже не хотят никуда идти. Все зависит от конкретной ситуации. То есть вариантов решения, может быть, нескольких, да? В основном именно так. То есть, конечно, если человек находится за рубежом и отказывают визы, апелляции тут нет, кроме тех вариантов, когда у тебя здесь находится либо спонсор, либо родственник. То есть тогда есть возможность этим родственникам делать апелляцию за вас. Ну, то есть, поэтому, допустим, такие визы, как студенческие и визитерские из-за рубежа, если получил отказ, потому что департамент не верит, что вы приедете обратно, то никаких шансов нет доказать обратное, кроме как переподать заявление на визу. Но опять же... С какими-то новыми, может быть, с документами, да? Все так. Но получается, да, что опять же, это очень предвзятые отношения, может быть, офицера из-за рубежа, и тут с этим ничего не делают. Потому что уже был отказ, к тому же, да? Ну, да. Вопрос такой, как трудно сейчас получить вообще визу, например, студенческую или профессиональную, если ты все подготовил, то есть если у тебя есть все документы необходимые, да, если ты набираешь необходимое количество баллов, какова вероятность того, что результат будет положительный? Сейчас ситуация интересная и неоднозначная с точки зрения профессиональных виз, например. То есть вот независимые визы сейчас минимальный балл, на котором потенциальный человек может иметь возможность получить какое-то приглашение. это 95 баллов. Ух ты. То есть получается, что из-за рубежа практически нереально получить вот такой высокий балл. Это нужно просто быть 7,5 баллов. Почему ты говоришь из-за рубежа? То есть если человек находится здесь, и он имеет какие-то дополнительные преимущества? Он может иметь потенциально больше баллов. То есть люди, которые приезжают сюда обучаться, могут собрать больше баллов за обучение в Австралии, за обучение в региональной Австралии, за обучение определенным программам, допустим, Мастерс Борисович или П.Х.Д. Также пока они здесь, например, учатся, если у них уже есть какая-то основа, они могут здесь набирать опыт работы. Опыт работы также больше баллов дает за опыт работы в Австралии, нежели из-за рубежа. То есть вот эти все факторы складываются в набор баллов, и получается, что те люди, которые находятся за рубежом, становятся менее привлекательными для эмиграции с точки зрения баллов. Но у нас сейчас весь шифт сдвигается на региональную эмиграцию спонсорства штатов. Меньше будут давать сразу по МЖ, это нам уже было сказано в мае месяце, и больше фокус будет на региональной мизе. Но сейчас департамент тоже смотрит, что с этим делать, потому что безработица растет. А региональные визы предполагают, что человек приедет и будет работать 3 года из 5, поэтому департамент, я думаю, сам не знает, что с этим делать, как выйти из этой ситуации, потому что люди могут приехать, не найти работу, и вся эмиграция будет под большим-большим вопросом. Но тех, кто хочет и планирует эмиграцию по профессии, сейчас самым, наверное, реальным вариантом будет вот регионы. Регион. То есть, фонсируемые гостики, это тоже регион, рассчитывается. Совершенно верно. То есть, очень даже неплохой регион. То есть, все, что не мегаполис, это все региональная Астралия? Да. Сейчас, значит, все, что не Брисбен, по почтовым кодам, не Сидней, не Мельбург, является региональной Астралией. Ну, то есть, вариантов все еще много, да? Варианты есть, но ситуация следующая. У нас сейчас не выдано никакие квоты на текущий год, то есть, просто сидим в ожидании. Коронавирус. Коронавирус все порушил, поломал. Нет квот по штатам, нет ясности, какие критерии вообще будут на этот год, потому что штаты, опять же, в мае говорили нам о том, что они не будут никаким образом снижать планку, то есть, если нужно предложение о работе, вы должны будете его предоставить. И это уже становится лейтмотивом, когда вы показываете, что у вас есть уже какое-то исследование местного рынка труда, и что либо вы имеете предложение о работе, что будет абсолютно стопроцентным попаданием, либо вы предоставляете очень детальное исследование рынка, говорящее о том, что у вас эта работа может быть. То есть, вероятность большая в этом регионе вам найти с вашим профилем эту работу. Ну да, то есть, например, зачастую же люди именно из-за границы подаются, да, и я думаю, что это довольно-таки сложно получить предложение о работе, ну, онлайн, грубо говоря, да, тем более сейчас. Сейчас очень, наверное, сложно, но удивительный вариант в том, что сейчас во время коронавируса, я работаю просто еще с компанией HR, у них оврал, то есть куча заявок, и работодатели действительно хотят работников. Действительно есть нехватка работников, но, естественно, это могут быть определенные сферы, да, допустим, IT, я не думаю, что сильно пострадало, маркетинг всегда нужен, да, всем, сейчас нужен еще больше, потому что людям нужно продвигать там бизнес онлайн и так далее. То есть тут зависит от ниши. Хоспитал эти, естественно, сейчас очень сильно пострадало, и просто рестораны закрываются один за другим, и, соответственно, все эти люди, которые были на рабочих визах, сейчас имеют большие-большие проблемы с этим. Что сейчас вообще имеет смысл делать в данной ситуации, в которой мы все оказались, да, вот если человек планирует эмиграцию, какие визы, что сейчас можно, на что подаваться можно? Есть ли какие-то шансы вообще? Сейчас, как я сказала, то есть ситуация ожидания. Мы ждем именно обновления списков по штатам, вообще квот, чтобы понять, что будет происходить с профессиональной эмиграцией, независимой от работодателя, на этот год. Эту эмиграцию нам говорили о том, что штат и департамент будут также сокращать количество мест, потому что, опять же, безработица и неизвестность, найдут ли эти люди работу или нет, то есть, как бы, логически, да, есть в этом подоплека. Все взаимосвязано. Да, да. Я думаю, что эмиграция будет смещаться, опять же, очень сильно на эмиграцию с работодателем, либо с предложением о работе, либо с формальным спонсорством. Нет, именно даже со спонсорством. То есть, они хотят сделать эмиграцию диман-джима. То есть, работодателю нужны сотрудники? Пожалуйста, оформляйте рабочую визу, приезжайте. Штату тоже, может быть, кто-то нужен. Тогда, чтобы подстраховаться, они должны будут убедиться, что у вас будет эта работа. Или хотя бы вероятность. Или большая вероятность ее иметь. Сейчас эти все визы пока встали, то есть, у нас нет никаких приглашений от штатов. Все штаты абсолютно ждут, даже нет приглашений для тех, кто находится сейчас в Австралии. И это очень неприятная для них ситуация, потому что визы могут заканчиваться, а нет никакой ясности, что с этим делать дальше. Из-за рубежа сейчас можно получить потенциально визитерские визы только партнерам австралийцев. И мы получали и визитерские визы, и разрешение на въезд. То есть, люди въезжают. То есть, несмотря на закрытые границы, все-таки есть какие-то лазейки? Есть категории граждан, которых сейчас можно ввести. Очень ограниченная категория – это партнеры австралийцев. Это люди с особыми причинами. Особые причины сейчас могут быть, допустим, если ваш родственник попал в госпиталь здесь. Ну, что-то такое действительно значимое. То есть, не просто родственник, твой близкий родственник, который ты хочешь, чтобы он сюда приехал, а вот именно если что-то случилось. Да, потому что сейчас, допустим, очень много людей спрашивают меня о родителях, которые остались за рубежом. Допустим, у них уже есть визы. Можно ли им въехать? К сожалению, сейчас невозможно. То есть, только если у вас какая-то вот патовая ситуация, и вы докажете это департаменту, и департамент проникнется и даст вам это разрешение. Еще если надо умудриться сюда прилететь, как я понимаю, потому что с перелетом сейчас тоже большая проблема. Все так. И плюс еще у нас карантин за свой счет сейчас. То есть, что это значит? Когда человек приезжает, то есть, первое время, когда вообще начался этот коронавирус, государство делало карантин за свой счет. То есть, она селила в отеле, закрывала на две недели, кормили, поили, жили там люди и потом выходили уже как бы в общество. А на сегодняшний день у нас ввели карантин за свой счет. Но я не знаю, почему в таком случае департамент не дает зеленый свет людям, которые хотят ехать и готовы заплатить. То есть, тут такая, да, неоднозначная ситуация, почему департамент не хочет. Который может за свой счет, в общем, как раз. Совершенно верно. То есть, сейчас нас в Куинсленде порядка трех с половиной тысяч стоит карантин на две недели. То есть, это существенная сумма денег, да, помимо... Как хороший отпуск такой прямо получается. Только отпуск будет в четырех стенах. Да. То есть, вот это имеет место быть на сегодняшний день. Либо до сих пор пускают работников в критических областях, типа медсестры, в таком ключе. То есть, если вы, допустим, оформили себе рабочую визу, вы работник в критической области, потенциально вы можете получить это разрешение на въезд. Может быть, даже сейчас стоит воспользоваться этой ситуацией, у тебя уже будет работа. Да, такая гарантина. Потенциально тоже, да. То есть, кризис всегда можно использовать с пользой. Да, это, в общем-то, замечательно обонадежно. Еще момент для всех тех, кто нас будет слушать. Если ваши родители сидят в Австралии, а вы находитесь, допустим, в статусе ПМЖ, то можно задуматься о родительских визах. Сейчас, опять же, очень хорошо департамент снимает условия No Failure Stay, 8503 на визитерских визах. И потом можно либо продлить визу визитерскую, либо, соответственно, помеспокоиться о том, чтобы сделать родителю родительскую визу. Родительская виза, насколько я знаю, это очень сложная, долго. Виза, которую, в общем, долго-долго рассматривали. Или там есть разные визы? Есть разные визы. Сейчас текущий климат с коронавирусом очень на руку родителям, которые здесь остались со своими детьми, и родителям, которые подходят под категорию пожилых. Потому что для пожилых родителей вы можете подать заявление в Австралию, и вам будет выдана бриджинг-виза, мостовая виза, которая позволит родителю жить здесь все время до ожидания решения. И у нас есть две визы интересные, то есть одна, которая потребует от вас значительных вложений на этапе выдачи, а этап выдачи может произойти как минимум через 3 или 4 минуты. После подачи. Минимум, да. А второй вариант, когда вы отправляете визу долгоиграющей, скажем так, но на выходе вы не платите вот эти большие деньги. Но эта виза может рассматриваться 15 и более лет. Вот я слышала, что раньше она была до 10 лет, а сейчас все больше и больше. Длительная виза родительская может осуществить подачу здесь, и родители могут остаться на все это время все эти года на Бриджинг-визе. То есть все время ожидания можно здесь легально находиться. На Бриджинг-визе. Единственный большой минус этого всего мероприятия не будет в медике. То есть тут нужно иметь в виду, что вы обязательно, я всем рекомендую делать страховку на родителей, потому что как только родители становятся пожилым и каждый год молодость не добавляет. Зона риска такая. Большая зона риска, соответственно, нужно иметь все возможные страховки, чтобы себя обезопасить, в случае, если что-то корс-мажорное произойдет. Ну, по крайней мере, есть шанс, что сейчас это как-то может быть, либо ускорится, либо департамент будет более лояльный. Я думаю, что нет, потому что департамент на самом деле во время коронавируса они даже закрыли выдачу родительских виз ПМЖ. То есть у меня были клиенты, где они уже готовы были проплатить вот этот окончательный большой взнос, и департамент просто на время коронавируса закрыл все рассмотрение, потому что ведь если родитель получает ПМЖ-визу, он может, в принципе, въезжать. То есть все те, кто являются держателями ПМЖ-визы или гражданами, они могут въезжать и не нужно просить никакого разрешения. Сейчас все это приостановлено, да? Да, то есть поскольку это все было приостановлено, представьте себе, какое количество заявлений было положено в этот срок, то есть очередь явно возрастет. Я просто думаю о том, что в данной ситуации экономически выгоднее было бы государству, потому что эта виза довольно-таки дорогостоящая, по крайней мере вот эту категорию граждан нужно было выпускать. Государство не всегда принимает логически обоснованные решения, они еще понимают политические решения, то есть решения вообще департамента основаны на различных факторах и вот тут как бы не всегда это может быть. Не нам судить в общем-то об этих решениях. Мы можем только потенциально прогнозировать, что может быть. Юль, спасибо большое за этот разговор. У меня еще такой вопрос. Есть ли у людей появятся какие-то вопросы к тебе? Как можно будет связаться? Где можно тебя найти? С кем контактировать? Есть у тебя какой-то сайт или может быть инстаграм? Да, у меня есть сайт. Я активно представлена в инстаграме. Я там провожу прямые эфиры. Сейчас у нас проводится серия эфиров с регионами. Для тех, кто хочет удаленно посмотреть на Австралию глазами тех людей, которые уже находятся в регионе. Мы проводим интервью, как ты со мной проводишь. Люди делятся своим опытом. Только с человеком, который находится в том или ином регионе, чтобы понять, что в этом регионе происходит. Хотя бы глазами этого человека. Вы можете подписаться и каждую неделю либо по пятницам, либо по воскресеньям мы проводим различные тематические эфиры. Когда будут новости, я думаю, что я буду выходить тоже live в инстаграме, потому что новости будут проходить очень быстро. Новости, то есть если что-то происходит, какие-то изменения, ты все это освещаешь у себя в инстаграме. И еще у меня есть фейсбук, за которым тоже можно подписаться и следить за любыми постами. Все, что происходит или что нового. А так я предлагаю всем 15-минутные консультации. Опять же, можно зайти в инстаграм и по ссылке забронироваться, то есть где вы можете хотя бы за это время потенциально наметить себе план действия, исходя из ваших данных. То есть человек может к тебе обратиться, просто проконсультироваться и уже принимать решение. Работать со мной или нет, или что с этим дальше? примерно каким путем следовать. Да, потому что у меня в принципе за 11 лет своей практики достаточно большой опыт в разных визах и за 15 минут разговора я могу наметить план, куда можно примерно пойти и естественно дать суммы, чтобы люди вообще понимали сколько это будет стоить. Да, потому что иногда расходы могут быть совершенно непредвиденными, хотя бы примерно ориентироваться, конечно, это чемоли. Спасибо тебе большое, это был очень интересный формат интервью, и я лично очень много интересного для себя узнала работы миграционных агентов, потому что для меня это была какая-то такая закрытая тема. Спасибо большое, что пригласила, буду рада ответить на сообщения любых твоих подписчиков. Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не надо фото. Алексей. Будьте другом. Прервемся. Я вам подойти отсюда и здесь хотя бы фигеться. Можно фото? Можно Да, Только не так. Как стать? Нам надо фото с бэкстейджа, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok